О том, в какие преступления чаще всего вовлекают молодежь, как с этим борются правоохранители, какие предпринимают профилактические меры и насколько важен родительский контроль, эти и другие вопросы обсуждались на пресс-конференции с журналистами, которая состоялась в стенах УВД Брестского облсполкома. У нас по-прежнему отмечается общее снижение числа совершенных преступлений несовершеннолетними на 10% к уровню прошлого года. Эта динамика уже отмечается не первый год, поэтому с определенной долей удовлетворения можно сказать, что реализуемые профилактические мероприятия своей цели достигают и поэтапно, постепенно мы снижаем участие подростков в совершении преступлений и правонарушений. Ну, скажем так, антирейтинг, если определить, то наиболее распространенным преступлением среди подростков являются кражи практически 30%, хотя в отдельный вес уменьшился, в отдельном весе обычно в районе 40-50%. Второе место в этом рейтинге, так называемом, занимают уголовно наказуемые хулиганства, это практически 17% от общего числа совершенных преступлений. Третье место в этом антирейтинге, в отличие от прошлого года, и то, что нас настораживает больше всего, это участие подростков в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Окончено в текущем году расследование по всеми таким преступлениям, это 12% от общего числа совершенных преступлений. Не менее актуальны сегодня преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, корни которых также зачастую растут из интернета. На территории Брестской области ситуация контролируема. За текущий период возбуждено 59 уголовных дел по данным статьям, из них тяжких и особо тяжких преступлений 24. Потерпевшими стали 62 ребенка, из которых 5 – это мальчики, остальные – девочки. Легко найти жертву педофилу через сеть интернет. Если офлайн педофил – это тот преступник, который должен входить в круг общения непосредственно ребенка, к сожалению, это может быть в том числе и какой-то знакомый, родственник, мужчина, дальше сам мужчина, то педофил, который находится в сети интернет, используя тейковые страницы, соответственно, естественно, все эти страницы, они очень привлекательные, они специально с учетом и изготавливаются, и контентом наполняются, с учетом психофизиологических особенностей ребенка. Опять же, преступники достаточно хорошие, психологи тоже, к сожалению. Поэтому прежде чем с кем-то из детей вступать в переписку, они, естественно, изучают детские страницы. Сейчас дети большую часть жизни, наверное, не побоюсь этого слова, проводят в сети интернет, везде с телефоном, в том числе и в мессенджере Телеграм, да, Инстаграм – это больше для девочек, наверное, характерно, где, соответственно, точно так же и находятся преступники. Несмотря на то, что по статистике подростковая преступность идет на спад, однако, как отметил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома Олег Колтуневич, мошенничество через интернет, к сожалению, увеличились. За истекший период 2024 года на территории Брестской области зарегистрировано 950 преступлений, из которых 130 уже раскрыты. В частности, несовершеннолетние осуществляют взлом аккаунтов в социальных сетях, создают фейковые магазины. Кроме того, они становятся курьерами у телефонных мошенников, а также взламывают чужие банковские карточки по наводкам преступников. Все мы понимаем, что данный вид преступности носит трансграничный характер и совершается, как правило, группой лиц, которые проживают зачастую за пределами территории Республики Беларусь, в связи с чем раскрытие данных преступлений по горячим следам крайне сложно. В настоящее время основные усилия правоохранительных органов направлены на проведение профилактической работы с населением, на повышение цифровой грамотности, в связи с чем в настоящее время у нас на территории Брестской области проходит республиканская профилактическая акция «Декада кибербезопасности», в ходе которой сотрудники органов внутренних дел проводят широкомасштабные мероприятия, направленные на доведение населению информации о наиболее распространенных преступлениях по данному направлению, а также как не попасть на уловки мошенников. К сожалению, статистика не самая приятная и по линии ГАИ. За текущий период зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних, из которых 19 детей получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, основными причинами совершения ДТП с участием несовершеннолетних по-прежнему остаются непредоставление преимущества в движении на пешеходных переходах, также нарушение правил проезда дворовых территорий и нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Также основными причинами являются нарушения ПДД именно несовершеннолетними, совершеннолетние. И все это связано с тем, что дети не всегда понимают и могут предвидеть опасность от приближающегося автомобиля. Сегодня работа с детьми должна проводиться в комплексе с педагогами, сотрудниками правоохранительных органов, а также родителями. Да, к сожалению, одними запретами защитить детей от опасности невозможно. Однако педагогам необходимо с ними беседовать, родителям уделять время своим детям, интересоваться жизнью ребенка и знать, как, где и с кем они проводят свой досуг. И соблюдение этих простых правил позволит во многом избежать несчастных случаев.